Агентство Хабар Агентство Хабар Агентство Хабар Агентство Хабар Каждый из нас помнит, что эфир ошибок не прощает. Что может чувствовать человек, когда он сделал свое дело? Он может идти и гулять смело. Все, отстаньте. Ну как же я могла, ну забыть самое главное, надеть микрофон, прицепить микрофон. Что режиссер кричит в это время? Ой, всякое. Хабар? Да. Это одна из самых больших частей моей жизни. Я желаю, чтобы у нас в Алма-Ате, в республике, были такие, как Хабар, самые меньше третий телеканал. А тут кино снимают. Этих людей иногда можно видеть в эфире. Это те, к кому можно отнести огромное и всеобъемлющее слово «творческие». Им нельзя выражать свое настроение в репортажах, нести свою мысль. Их задача абсолютно точная и объективно подойти к той или иной проблеме. А самое главное – задать настроение зрителям. Несмотря на всю серьезность поставленной перед ними задачи, им хватает сил оставаться веселыми и превращать свою работу в удовольствие. Нашему агентству Хабар сегодня исполнилось два года. Давайте проведем аналогию с двухлетним ребенком, который только начал уверенно ходить, причем временами падает, спотыкается, потом поднимается и уверенно дальше. С ребенком, у которого появились все здоровые, который уже научился правильно писать свои мысли. С ребенком, который уже отличается от такое добро и зло. Вряд ли кто догадывается, с чего начинался Хабар. А начинался он всего с маленькой комнатки, где стояло несколько буквально столов. У нас не хватало бумаги, у нас всего было две печатные машинки, не хватало машин. Журналисты писали на подоконник, потому что поскольку не хватало места просто-напросто в офисе. Ньюсрум – это девять компьютеров на два человека. Огромные потоки информации каждый день. Ну и, естественно, постоянные перепалки с журналистами, продюсерами. Но это работает нормально. Каждый день сплошной казус. Очень много всего происходит. Ну что я могу сказать? Больно за регионы. Как только получу маломальский пригодный материал для эфира, я просто счастлива. Я в этот день сплю спокойно. Что я делаю, когда отключаю тему? Мучаюсь. У меня была очень ответственная съемка. Не снимала президента Леонида Кучму. Правда, видела его в основном как-то больше с тылу. Но, тем не менее, он произвел на меня просто своим тылом неизвладимое впечатление. Вы с радостью едете в окон? Ну, конечно, я буду исторической личностью. Первый десант орденоносного Хабара высадится и начнем там работать. Так что, следующее, ты поедешь. Не надо здесь снимать. Не надо здесь снимать. Вот в какой телекомпании? В какой телекомпании? Кто дал разрешение? Не надо снимать. Не надо. Не надо. Кто это такое? Ходит тут. Ира, вот ходит здесь, а потом, видите, пропадает чашка. У меня вся жизнь сейчас посвящена Хабару. Я с утра до вечера наработаю на Хабаре. Здесь работают люди, инфицированные телевидением. Для меня Хабар — это воплощение мечты. Это то место, где я, как я считаю, я могу полностью реализовать себя. Чувствую прилив сил сразу, желание работать и вообще великую глубокую любовь к своему дому, агентству Хабар. Я ничего не знаю, о чем. Не могу ничего сказать. Мне очень приятно, что меня отправляют воплощение. Иногда приезжаешь со съемки и кажется, что что-то могло быть интересного. И вдруг, глядя в монитор, просматривая кассеты, убеждаешься, что это было невероятно интересно. Я люблю, когда мишень движется, чтобы охота была удачной. Себя чувствую как бы неотъемлемой частичкой этого коллектива. И я люблю эту работу. Ну что мне еще сказать? Это моя жизнь. Если сравнить количество людей, работающих в кадре и за ним, то, безусловно, перевесят те, кто остается в тени. Это и операторы, и видеоинженеры, гримеры, бухгалтеры, администраторы, а также много-много других людей. Их работа и является, в принципе, составляющей успеха. Зрителям мы даем видеть лишь ту небольшую частичку, тот конечный результат, который получается силами всего коллектива. В каждом кадре сосредоточены силы и профессионализм нескольких человек. В этом томе вы увидите их, незримую силу Хабара. Кадры самые разные. Если бы я могла, я бы их отправила хоть куда. Хоть во Францию, хоть в Лондон. Всех. Да. Ну, а в основном мы отправляем в Западную Казахстанскую область. Некоторые люди начинают здороваться уже, когда подходит срок зарплаты, с начала месяца вдруг начинают резко здороваться, так появляться на глазах. Хотя остальную часть месяца они ходят, как бы не замечают, избегают и так далее. Да тяжесть, она же в интересе работа. Если есть работа, то очень интересно работать. Поэтому, когда интересно и познаешь новое оборудование, и чем мир живет, очень интересно работать. Да, да, да. Окей. Ай, ай. Вон как ты в эфире. В прямом. Ай. Что ты играете? Не надо здесь, это показывать не нужно. Мы на Хабаре единственный сдерживающий фактор от левых сюжетов. Приходится отбивать атаки людей, которые приходят к нам даже с сенсациями какими-то. Они утверждают, что у них есть сенсация, которую надо обязательно донести людям по всему Казахстану с нашего эфира. И мы пытаемся выяснить, что это за сенсация. Ну, у людей бывают какие-то озарения, возможно. У кого-то свои какие-то собственные представления о всем, что сейчас происходит. Поэтому мы пытаемся как бы разобраться. Разобраться, на самом деле это является сенсацией или нет. Сделать это так, чтобы он не привлекал очень много на себя внимания. И чтобы не очень много тянул на себя. Чтобы было видно, что за этой маской краски, за краской существует человек. И важнее то, что он говорит, что он вещает с экрана. Ну, чтобы не отставал, самое главное, и всегда лидировал. И мы должны работать на уровне мировых стандартов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хабар для меня — это интересные программы, это интересные зрелища, это новости. И, собственно, это разговор с аудиторией. Побольше живого эфира. Планируем создавать новые ток-шоу-программы. С аудиторией будут обсуждаться и дискутироваться какие-то острые, волнующие всех вопросы и проблемы. На сегодняшний день эта задача не решалась, потому что не решен до сих пор вопрос технического оснащения Хабар. Не хватает производящих площадей, хорошие профессионально организованные студии, рассчитанные именно на съемки таких ток-шоу-программ. Ну, это, так сказать, планы на будущее. Оглядываясь назад, уже не стыдно за то, что здесь находился, за то, что принимал в этом участие непосредственное. Не стыдно. А когда не стыдно, когда хотя бы кусочек жизни чем-то оправдан, это же всегда пряник, это же всегда награда, это приз. Говорят, что канал стал лучше, может быть, льстят, может быть, врут. Тут трудно отделить правду от истины. Это был сначала зародыш, эмбрион, потом вот он проходил свой период выздревания, потом что-то родилось, стало ходить, это приятно. Всегда приятно быть в начале чего-то. Не совсем хорошо, когда это все уже состоит. Все эти прелести первых шагов позади. Начинается самое сложное. Начинается второй прыжок с парашютом, он, как говорят, самый сложный. Так как Казахстан выходит от российского информационного рынка, то есть международной новости. И, наверное, один из выпусков, это, скорее всего, ночной выпуск, будет посвящен чисто международным новостям. События в мире это, скажем, будет на основе пока Ройтера, WTN, может быть, наши собственные корреспонденты, которые будут находиться за границей. Мы будем подавать то, что будет происходить сегодня в мире. С точки зрения, например, не российской, не английской, а чисто казахстанской. То, что выгодно, скажем, какому-то соседнему государству, может быть не выгодно Казахстану. И поэтому мы это будем ориентировать, чтобы наше информационное поле было чисто наше. То есть идеологию, в какой-то мере идеологию Казахстана формировать должны мы, то есть Хабар. Казахстан 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Счастья, веселья и жизнь без хлопот Чтобы вы процветали были все мечты Чтоб мир стал светлее от вашей любви ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь люди и техника слились поедино По всем абсолютно становится ясно У нас получается все первоклассно! Желаем вам успехов в Новый год! Счастья, веселья и жизнь без хлопот Чтобы вы процветали были все мечты Чтоб мир стал светлее от вашей любви Желаем вам успехов в Новый год Счастья, веселья и жизнь без хлопот Чтобы вы процветали были все мечты Чтоб мир стал светлее от вашей любви Счастья, веселья и жизнь без хлопот Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова